Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет про канареек овсяночного напева. Это самочки, которые я в свое время приобрел на выставке в Кропоткине. Затем я этих самок посадил в карантин. Они отсидели у меня 42 дня. И одна из этих самок, которая чубатая, начала строить гнездо. Она приступила к строительству в уголочке, в кормушечке, скручивала в кружочек, в клубочек такую сушеную траву, то, что не доели. Остатки от одуванчика. При этом, при этом канарейки получали в обильном количестве одуванчик, в обильном количестве пророщенную пшеницу, пророщенные семечки, пророщенный рапс. И вот возможно, что пророщенная пшеница спровоцировала эту самочку вот она, вот она, вот она, чубатенькая самочка, она начала строить гнездышко. Я об этом снимал вам видео, мы с вами беседовали, думали, как быть, подсадить ее к самцу или уже дождаться линьки. В общем, пока я думал, гадал, было особо некогда. Один день пришел, канарейка снесла яйцо на полу. То есть, я пришел менять подкормку, менять подстилку, корм, и на полу обнаружил вот такое вот яичко. Вот, друзья, вы видите, яичко, канарейка снесла одно. Ну, я, естественно, сразу это яйцо забрал. Забрал, потому что, думаю, если таким образом она снесла яйцо, какая-то самка может случайно клюнет, третья добавит, четвертая продолжит, и тем самым расклюют яйцо. И поймут, что это такое вкусное, допустим, там, или это. Ну, и начнут расклевывать яйца. Я думаю, быстренько уберу, дождусь второе яйцо, третье яйцо. Я рассчитывал, что будет полноценная окладка. А на самом деле оказалось, что птичка снесла одно яичко, и все, и успокоилась. Сейчас уже у нас, сегодня пятый день, как она снесла, то единственное свое яичко. Она уже абсолютно спокойная. Гнездо не строит. Поведение у нее, ну, все, у нее как бы реакция прошла, она стала спокойная птица. Я решил, что, в принципе, надобность сажать ее к самцу отпала. Поэтому сейчас самочка у меня сидит просто такой вот, ну, наверное, как сказать правильно, в режиме отдыха будет сидеть. Сейчас у них скоро начнется линька. Возможно, через месяц, может быть, через полтора линька начнется. Она пролиняет. Они тут все вчетвером пролиняют. И где-то в сентябре, в октябре будем уже их... После линьки пройдет месяц, начнем готовить их к паровке. И когда у них наступит после линьки именно два месяца, мы начнем уже паровать. Подбирать самцов будем, домики эти, гнезда ставить. Вон у них, видите, тут кормушечка стоит. Здесь, кстати, я им сделал. Такая вот у них получается здесь минеральная смесь под кормки от поилочки. То есть раньше здесь они пили, а сейчас я... Поскольку у них каждый день ванночка и поилка им не нужна, я из нее сделал кормушку для минеральной смеси. Минеральная смесь у меня состоит из мелкой... из мелкой ракушки, речной промытый песок. Там разбито все это на миксере. Также там уголь активированный на миксере разбитый. Вот такой вот миксер советских времен. Видите, там у него ножи. И сюда засыпаешь столовую ложку. Столовую ложку, допустим, высыпали сюда. Обыкновенные ракушки, которые курям дают. Также можно туда на пару таблеток кальция, пару таблеток уголь активированный. Можно еще аскорбинку туда кинуть. Все это перебиваете, и у вас готовая смесь. Что касается по минеральной смеси, то аскорбинку, эту желтенькую, драже, мало кто дает, но я даю, потому что я вычитал в одном старинном журнальчике, что вот можно так делать. Ну, я применяю. Пока никто не жалуется. Все хорошо. Вот так, друзья, бывает. Придешь, сядешь напротив канареек, сидишь, смотришь на них. Ну, я думаю, знаете, надо наблюдать почаще, потому что птица новая. Ну, все время, вот сколько наблюдаюсь, уже всегда у них все классно, всегда они активные, веселые, бодрые. Какие-то у них дела, планы, то есть на месте не сидят. Вот туда прыгают, туда бегут, там что-то клюют, там что-то колупают. Вот видите, как они сейчас минералочку раз, взяла там что-то, на ракушечку или песок, прожевала, проглотила. То есть минералка должна быть всегда. А почему я сделал таким образом минералку, а поилочку убрал, потому что у них, видите, вот ванночка стоит и как бы они пьют оттуда воду с ванночки. Ну и тем временем купаются, пьют, но я заметил, ну и вообще такие есть правила, что канарейки пьют всегда чистую воду. То есть когда она искупается, она больше там не пьет. Поэтому, если у вас таким же образом закреплена купалка, то меняйте воду чаще. Если нет времени менять воду чаще, то тогда сделайте им поилку, вот, чтобы была поилка обязательно, и тогда в купалку. Они там будут купаться, а пить будут только в поилке. Это, ну просто это замечено не только мной, а есть такое правило, понятие, что канарейки пьют чистую воду. Они, даже если они в поилке вот в этой искупаются, раньше такое было, они потом просто не пили, ждали, когда я приносил свежую воду. Я менял свежую воду, и они сразу начинали пить. Вот, слышите, сейчас кричит попугай. У меня появились новые попугаи. Попозже сниму вам видео про этих птиц. Ну сейчас давайте я немножко покажу, а то они кричат громко, перебивают. Да, еще хочу пару слов сказать. Вот в этом помещении со временем будут жить канарейки. Здесь есть одно окошко. Вот, видите, сейчас тут немножко оно яркое, слишком. В общем, вот одно окно большое, примерно полтора метра на 80 сантиметров. Там он, там он форточка, которая постоянно открытая зимой и летом. То есть, здесь очень свежий, очень чистый воздух. Поэтому я вот решил в этом месте разносить канарейки. А всех попугаев, которых вот сейчас слышите, кричат, это у меня сейчас кричат вот и розелы, и какарики, и принцесса у меня появился новый попугай. Я их уберу к попугаям. А тут будут чисто канарейки. Будем здесь включать записи специальные для обучения молодых киноров. Все это буду в процессе вам показывать, делиться с вами своим опытом. Ну и как я делаю, вы будете говорить свои предложения. Будем все это обсуждать, как правильно, как неправильно. Ну и, друзья, напоследок, коротко о главном. Вот она, крикунья, принцесса зеленая. Видите, какая красивая? Это попугай имеет два названия. Он благородный, он же принцесса. Ну и вот они, какарики мои сидят, ждут в вольер, освободятся, пойдут в паровку какарики. Друзья, а это молодежь розелы. Тоже здесь временно сидят. Вольер большой, пустил, думаю, пускай летают, развиваются. Ну, думаю, до конца месяца они переедут на постоянное место жительства, туда, где сейчас канарейки, а канарейки все придут сюда. Все, ребятки, на этом видео подходит к концу. Всем удачи, успехов, хорошего настроения, до скорой встречи.